МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круче, выше, быстрее. В парке Гагарина установят новое колесо обозрения. Нарушений, связанных с проведением торгов, в этом году было в два раза больше. Антимонопольная служба отчиталась о проделанной работе. Осторожно, преступники в сети и в Роскомнадзоре рассказали, как защитить личные данные. Работали в две смены. Почти 8 тысяч тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Соцподдержка в Самарской области будет адресной. Дополнительные выплаты получат те, кому они действительно необходимы. Старая система себя изжила. На заседании областного парламента обсуждали, как перераспределить средства. Так увеличат выплаты для многодетных семей, приемных родителей и тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Многодетным семьям, детям-сиротам и малоимущим будут платить больше. Правительство региона приняло постановление о поддержке пяти категорий жителей. В частности, дополнительные выплаты получат дети-сироты, увеличат размер компенсации расходов на оплату жилищных коммунальных услуг для многодетных семей, вырастут выплаты приемным родителям и пособия по бедности. Так больше денег получать будут те, кто в них действительно нуждается. Найти деньги в непростых экономических условиях удалось за счет перераспределения. Так депутаты областного парламента одобрили законопроект. Он предусматривает, что ежемесячные денежные выплаты, которые варьируются от 621 до 1119 рублей, будут получать только те ветераны, чьи пенсии не превышают 19500 рублей. И при условии, что они не работают. Высвободившиеся средства перераспределят между нуждающимися. Прежде всего там работающие, работающие в возрасте, скажем, молодом, часть людей, которым вот на этом отрезке времени, говорят, выплаты, часть выплат, они будут заморожены в пользу, скажем, тех людей, которые, скажем, остро нуждающихся. При этом есть семьи, многодетные семьи, есть дети-сироты, есть другая категория наших граждан-пенсионеров, которые практически проживают за чертой бедности. Вот принятие этого решения позволит нам создать условия, несколько выровнять, значит, создать им более благоприятные условия для их жизни, улучшения качества жизни. Подумали и о социально-экономическом развитии региона. На заседании Губернской думы скорректировали и бюджет на три года. Расходная часть увеличилась на 10 с лишним миллиардов рублей. Инвестиции, которые позволяют и сегодня, особенно завтра, жить лучше, инвестиции в основной капитал, увеличены в два с половиной раза. Добавили 10 с половиной миллиардов рублей денег в бюджет для того, чтобы реализовывать разные программы. Это и по линии Министерства строительства, Министерства социальной защиты, это образование, это здравоохранение. Доходы выросли на 6,5 миллиардов рублей, в том числе за счет поступления пяти с лишним миллиардов из федеральной казны. Эти деньги планируют потратить на жилищное строительство для молодых семей, подготовку к чемпионату мира по футболу, выплаты при рождении третьего ребенка, средства реабилитации для инвалидов, лекарства, модернизацию коммунальной инфраструктуры и на переселение людей из аварийного жилья. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Самара вместе со всей страной подошла к еще одной знаковой черте на пути к чемпионату мира. Меньше 500 дней осталось до старта Мундиаля. В волонтерском центре дату встретили с пользой, проведя необычные занятия для кандидатов в добровольцы. А в Самарской юношеской библиотеке открыли ледяную скульптуру и выставку, посвященные чемпионату. Андрей Горгуленко был в центре событий. Футбол на газоне, пляже и даже в космосе. У самой популярной игры нет границ, считают участники конкурса рисунков «Футбол глазами детей». Особенно приятно, что среди Месси и Роналду не потерялся и портрет величайшего вратаря в истории футбола Льва Яшина. Я даже не думала о том, что нарисую иностранных каких-то футболистов. Я именно поставила себе цель нарисовать русских футболистов, чтобы все-таки поддержать нашу команду. Портрет советского вратаря обрадовал и ветерана Самарских крыльев Валерьяна Панфилова. Для него, как и для всех ребят, этот чемпионат мира станет особенным. Для меня это нечто из рамок он выходящий, потому что ни в одном чемпионате мира я не присутствовал. Хотя вот у нас некоторые тренеры ездили, а мне не довелось, и поэтому я с нетерпением жду. А снаружи торжественное открытие ледяной скульптуры. Футбольный мяч и хэштег «ЧМ-2018». Традиции делать снежные арт-объекты у юношеской библиотеки уже 4 года. Каждый раз скульптура связана с особыми датами в жизни города. 500 дней до старта чемпионата мира – одна из них. Открытием этого ледяного арт-объекта мы еще, в свою очередь, даем некий старт тем мероприятиям, которые будут посвящены чемпионату мира по футболу. А в волонтерском центре, несмотря на праздник отбор кандидатов, добровольцы идут полным ходом. Специальная лекция – как быстро и легко выучить иностранный язык. Среди гостей – ребята, которые уже знают английскую речь, но уверены – нет предела совершенству. Я пришла послушать и набраться опыта. Ну, я думаю, нам объяснят, как это делать, какие-то мотивации, может быть, дадут на это, на все. А научиться есть чему. Приглашенный преподаватель английского языка раскрывает некоторые секреты. Самое главное – ставить перед собой конкретные цели и четко следовать плану действий, фиксируя все в отдельный дневник. Вплоть до того, какие мне сегодня задания проделать, какие упражнения, какое видео посмотреть, с кем созвониться через сай, с каким носителем языка или неносителем, куда сходить. То есть все должно быть действительно очень детально спланировано. Советы простые, но именно они могут помочь осуществить мечту – стать волонтером на чемпионате мира. Ведь среди основных критериев отбора в добровольце знание иностранных языков стоит особняком. Сегодня мы хотим, чтобы наши волонтеры поняли, насколько важно изучение английского языка, и в том числе он обязательно им пригодится на самом чемпионате мира. И у них будет сегодня в нашем волонтерском центре возможность получить информацию, как же в короткие сроки, и самому выучить английский язык. Прием заявок от кандидатов уже закончился. Теперь впереди у волонтерского центра самый важный этап – собеседование. Из огромного количества кандидатов нужно выбрать самых достойных. А до чемпионата мира осталось уже меньше 500 дней. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. Взгляд с высоты птичьего полета. В парке Гагарина установят новое колесо обозрения. Почти в два раза выше прежнего. Изменения к лучшему коснутся всех самарских парков. Появится новое оформление, дополнительные аттракционы. Уже в следующем году вместе с самарцами там будут отдыхать гости Мундиале. О том, что уже сделано и что только предстоит, узнавала Олеся Корецкая. Колесо обозрения в парке Гагарина установили в 1985 году. За 30 с лишним лет аттракцион исчерпал все свои рабочие ресурсы. И сейчас идет работа над проектом нового колеса. Его установят неподалеку от старого. Оно будет высотой 65 метров, что почти в два раза выше прежнего. Новое колесо станет визитной карточкой парка. Оно будет работать летом и зимой. Кабинки оборудуют кондиционерами и обогревателями. Парк Гагарина находится в самом сердце Самары и никогда не пустует. В прошлом году здесь отремонтировали кабельную трассу и помещение пункта полиции. Построили большую детскую площадку. Есть где погулять. Вот сосны нравятся, лес вот этот вот нравится, воздух нравится. Внуков вожу, все рядышком. Что сохранили оазис в черте города, это здорово. Дороги расчищены, хорошо, гулять можно. Летом здесь очень много цветов. Все спокойно, не вдоль дороги гулять, а именно в парке все-таки чистый воздух. Вот сейчас хотим, чтобы колесо обозрения было поставили. Создать во всех самарских парках максимально комфортные условия, красиво оформить и оборудовать современными аттракционами. Такое поручение дал глава города. Сейчас в парках обновляют освещение, приводят в порядок коммуникации и ограждения. Мы стараемся делать парки более доступными, более чистыми, более ухоженными для населения. Кроме установки колеса, парки Гагарина в этом году займутся электричеством и водоснабжением в парке «Дружба» и сквере имени Кузнецова. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Несмотря на санкции, Роснефть и норвежская нефтяная компания начали бурить первую поисковую скважину в Самарской области. Сколько иностранцы готовы вложить в совместный проект, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня ростом не радуют. За один баррель марки «Брент» дают 55 долларов 20 центов. Валюта все дешевеет. На 1 февраля Центробанк установил курс доллара на отметке 60 рублей 8 копеек. Евро 64 рубля 28 копеек. Золото стоит 2301 рубль, серебро 32 рубля 30 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 40 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 85 копеек. Роструд напоминает об увеличении выходных в феврале. Отдыхать будем 4 дня с 23 по 26 число включительно. Рейсы на египетские курорты могут возобновить уже в феврале. Но при условии, что египетская сторона обеспечит туристам полную безопасность. А в Самарской области Роснефть и норвежская нефтяная компания «Статойл» начали бурить первую поисковую скважину. Ищут трудноизвлекаемую нефть. Иностранцы пообещали вложить в проект 60 миллионов долларов. На этом все. Удачи в делах. Как защитить свои персональные данные от мошенников? Об этом и рассказали в управлении Роскомнадзора. Речь шла о последних изменениях в законодательстве. В последние годы киберпреступники используют персональные данные самарцев в корыстных целях. Причем чаще всего они достают информацию из открытых источников, которую публикуют сами владельцы. Порой мошенники ведут себя очень дерзко, даже терроризируют человека звонками или заваливают спамом. Специалисты Роскомнадзора советуют горожанам быть более осторожными в интернете. Ответственное отношение к своим персональным данным, ответственное их размещение как в сети интернет, так и распространение в любых других сферах жизни, в магазинах, когда вы пытаетесь получить, допустим, ежеминутно какой-то дисконт и заполняете такую анкету. Банда наркодельцов предстанет перед судом. В Самаре завершено предварительное следствие по уголовному делу об организации преступного сообщества. Почти два года девять жителей областной столицы занимались распространением синтетических наркотиков. Организовал бизнес 25-летний молодой человек, который потом привлек еще восьмерых подельников. Продавали опасные зелья с помощью объявлений через интернет-ресурсы, используя кодовые слова. Деньги наркоторговцам также переводили электронным путем. Передавали товар покупателям с помощью закладок в домах, во дворах, в досточных трубах. В общей сложности сбыть таким образом удалось более трех килограммов наркотиков, а незаконный доход составил не менее 11 миллионов рублей. Частично участники преступного сообщества признали свою вину. Организатору банды может грозить до 20 лет лишения свободы. Участникам – до 10 лет. Распространение наркотических средств – это синтетические наркотики, так называемые спайсы. Наркотики осуществлялись через сеть интернет. Наркотики приобретались тоже через интернет. Осуществлялась их расфасовка в арендованном в городе Тольятти помещении, склад гаража. Это должен знать каждый. Как спасти пострадавшего человека и поддержать его до приезда врачей? В Самаре прошел региональный этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Тема актуальная. Совсем недавно в Самаре произошло ЧП. Человеку стало плохо в автобусе и спустя некоторое время он скончался. Люди должны уметь действовать в нестандартных ситуациях. Олеся Карецкая продолжит. Пять минут длится клиническая смерть. Если за это время ничего не предпринять, человека можно потерять. Студенты учатся, как правильно делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Вместе с врачом-реаниматологом работают над ошибками. Да, не всегда, к сожалению, помощь бывает эффективной. Сердечно-речная реанимация, особенно первичная, она не всегда может оказать тот эффект, который мы ожидаем. Но это случай, когда нужно делать. 35 минут, не больше. Тот отрезок времени, за который еще можно спасти человека. Обучение основам первичной реанимации проходит интенсивно. Уже через несколько минут чувствуется утомление, признается Михаил Мухлынин. Он учится на радиотехнике, но в своей активной туристической жизни ему не раз приходилось быть спасателем. Приходилось спасать утопающего во время Жигулевской кругосветки. Приходилось вытаскивать человека из завала. Такие моменты не особо думаешь о себе, а страшно именно за то, что что с ним будет. И это одна из главных проблем, говорят специалисты. Хорошо подкованные в теории, в чрезвычайных ситуациях люди часто боятся что-то делать. Опасаются даже уголовной ответственности. Иногда пострадавший в сознании, но ему тоже нужна доврачебная помощь, психологическая. При чрезвычайной ситуации у человека может произойти истерика, плач, ступор. И невозможно человека остановить, успокоить. Люди просто не готовы, не знают, что делать. И вот мы обучаем методам, правилам, как себя вести с таким человеком. В региональном этапе участвуют студенческие команды четырех самарских вузов. Пока лучшие результаты показывает Самарский университет. Впереди соревнования в Нижнем Новгороде и Москве. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарский космонавт Олег Кононенко награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Награда космонавту за мужество и высокий профессионализм при осуществлении длительного полета на МКС. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В Сызране у супермаркета насмерть зарезали молодую девушку. По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел у магазина «Пятерочка» на улице Победы. На месте ЧП работали полицейские и следователи, выясняя все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, погибшая получила смертельный удар ножом в сердце во время ссоры с мужем. По данным портала «Маленькая Сызрань», в инциденте пострадал отец девушки. В Самаре орудуют мошенники-водопроводчики. Преступники проникают в квартиры доверчивых граждан, чтобы посмотреть трубы, сделать анализ воды или проверить качество услуг. А затем попросту воруют все ценные. Самарцы просят быть бдительными и предупреждают, что сотрудники официальных коммунальных служб не ходят по домам и не проводят никаких работ в квартирах граждан. В Самарской области за прошедший год 229 человек умерли из-за суррогатного алкоголя. Всего же отравились больше 2000 жителей региона. Половина из них употребляла продукцию из различных фанфуриков. Это данные Самарского управления Роспотребнадзора. Специалисты напоминают, что категорически не следует приобретать алкоголь в неустановленных для его продажи местах. У неизвестных лиц на разлив в пластиковой незаводской таре по цене ниже минимально установленной правительством России. Почти 8 тысяч тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Работали в две смены. Всего на уборку задействовали более 300 спецмашин и 300 человек. Расслабляться коммунальщикам некогда. В ближайшие сутки в Самаре потеплеет, но ненамного. До весны еще далеко. По прогнозам синоптиков, столбик термометра не опустится ниже минус 15 градусов. Днем обещают не ниже минус 10. В некоторых районах пройдет снег. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил управляющим компаниям и районным администрациям усилить работу и приступить к уборке снега с 4 часов утра. Чтобы у нас не получилось, внезапно выпал снег. И мы были не готовы. Тоже режим действия. Если это ночь уйдет, а обещают ночь, значит в 4 часа и все на лопату. Все. Первый, второй и третий руководитель. Работать. Его картины украшают частные коллекции и музеи во всем мире. В Самаре вспоминает местного художника с мировым именем Юрия Филипова. 3 февраля ему бы исполнилось 90 лет. Благодаря его усилиям была создана Самарская художественная школа. С творчеством мастера на вечере памяти в Самарской публичной библиотеке познакомился Сергей Кизоркин. Жизнь женщины – живопись. Знаменитый самарский художник Юрий Иванович Филиппов любил их больше всего. Будущий заслуженный деятель искусств России, рисовать учился еще подросткам у иконописцев в Кенеле. Потом были художественная школа и академия. Когда стал мастером, создавал в Куйбышеве при институтах курсы художников и до последних дней курировал их работу. Рядом с ним была и поддерживала его в делах любимая жена Тамара Сергеевна. Художник должен заниматься творчеством, а не бытовыми проблемами, говорит она. Эту работу я брала на себя. Где-то договориться с одним мастером, с другим мастером. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Меня не доставляло труда. Видишь, что у него была глава наполнена творческими идеями. Бывало так, он просыпается утром и говорит, а я написал картину. Так было несколько, несколько, а я написал картину во сне. Ну, это всегда радовало. Юрий Филиппов писал картины в лучших традициях русской реалистической школы. На его счету более тысячи произведений. Известность художнику принесли пейзажи, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях. Третьяковской галереи, Государственном русском музее. Выставлялся Филиппов и за рубежом в Европе и Северной Америке. Я вообще-то живопис-хулиган, а он очень такой педантичный. И, в общем, вот он учитель. Юрий Иванович очень много внес в это дело. Он очень тонко, внимательно подходил к каждому этюду. Так уже никто не пишет. В выставке картин самарского мастера, посвященной его 90-летию под общим названием «Россия в произведениях Юрия Филиппова», будут проходить в художественных музеях Тольятти и Самары. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Экзамен для учителей. В Самаре прошел конкурс профмастерства для педагогов по музыке. Учителям пришлось самим взять в руки инструменты и выйти на сцену перед строгим жюри. Что чувствуешь, когда оказываешься на месте воспитанников, узнал наш корреспондент. Для Кристины Жарковой выступать на сцене привычно. Девушка играет на флейте в муниципальном духовом оркестре. Параллельно учит начинающих музыкантов. Преподавательский стаж 10 лет. Но перед этим концертом все же волновалась, долго готовилась. В конкурсах не участвовала давно, а этот особенный соревнуются педагоги. В моей практике это играет важную роль. Я считаю, что я своему мастерству должна обучить своих воспитанников. Городской конкурс профмастерства при знании проходит в Самаре уже в третий раз. Что обычно мы требуем от учеников, теперь от преподавателей, как от их воспитанников. Это очень тяжелое. Быть артистом с большой буквы. Ну, по большей степени практики. Теоретически можно объяснить, но мы на практике все это реализуем. Репертуар исполнителей от классики до современной музыки. На сцену выходят ансамбли, солисты и вокалисты. Играют на самых разных инструментах. Хотя, как отмечают сами педагоги, в последнее время все популярнее среди молодого поколения становится баян и гитара. Учителя, в свою очередь, стремятся привнести в уроки музыки и современные технологии. Это конкурс, который стимулирует преподавателей, педагогических работников к тому, чтобы совершенствовать свое мастерство. Это какие-то инновационные технологии, о которых хотят высказаться школы. Соревнуются участники в двух номинациях – исполнительское мастерство и научно-методическое и исследовательское деятельность в области художественного образования. В этом году география конкурса расширилась. Приехали педагоги из районов области. Более ста конкурсантов из 14 школ. Олег Зверев, Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Баскетбольная «Самара» выиграла матч в Суперлиге буквально на последней секунде. Кто стал героем вечера, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Снайперские подвиги Евгения Фидии и хладнокровие капитана баскетбольного клуба «Самара» Алексея Зазульна принесли команде победу в матче Суперлиге против Урала из Екатеринбурга. Хотя первая половина игры проходила с переменным успехом, и на большой перерыв «Самара» ушла, проигрывая 8 очков – 37-45. Тяжело комментировать. Выигранный матч и проигранный. Я бы так сказал. Мы его забили штрафные. А так команда, конечно, спасибо команде, она растет, мы прибавляем. Это ГКГ, команда молодая. Эта игра нас усилит, сделает нас сильнее. В третьей четверти «Самару» за собой к победе повел Евгений Фидий. Он забил 7 очков за 3 минуты и помог команде разгромить гостей в партии со счетом 24-8 и вырваться вперед перед финалом 61-53. Они не забили, мы забили. А баскетбол очень простая и сложная игра. Кто-то забивает, кто-то не забивает. Кто-то забивает, тот выигрывает. В четвертой четверти никто, ни болельщики, ни тренеры команд сюрпризов не ждали. Однако уральцы показали характер и ровно за 2 минуты до финальной сирены счет сравняли – 71-71. Последние 30 секунд матча потрепали нервы всем. Обоюдные нарушения, штрафные броски, неоднократные тайм-ауты. Полминуты, оставшиеся до конца матча, по факту играли почти полчаса. За это время «Урал» набрал максимальные 77 очков. И все же последнее слово в матче осталось за Самарой. Развязка наступила за одну секунду до финальной сирены. При счете 76-77. Капитан Алексей Зазулин реализовал два штрафных и поставил точку в противостоянии – 78-77. У нас нервы оказались крепче и сражались до конца, что, может быть, не хватало нам в последних играх. Любая победа нужна, тем более после того, как мы проиграли до этого, вдвойне нужна была проигрывать дома вторую игру. Конечно же, нельзя было. Просто допускаем какие-то… играем хорошо, потом допускаем такие глупые ошибки, в первую очередь, в защите, что после этого руки у многих опускаются, хотя такого не должно быть. После невероятной победы Самара закрепилась на третьем месте Суперлиги. Очередной домашний матч клуб проведет 23 февраля с Университетом Югра. Команда – второй номер чемпионата. Лидер – Новосибирск. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.